Приветствую вас, значит, Дарья, ну, вы поймите правильно, то, что я сейчас скажу вам. Дело в том, что вы пишете, мне 25, ему 38, но жена тоже любит свою жену и детей. Раньше он всегда говорил мне, что я ребёнок, то есть вот вы, простите, вы ему кто, вы это та самая жена, которую он любит, или вы всё-таки любовница, потому что всё очень похоже на второе. Потому что я не думаю, что если бы вы были его женой, то вы бы так говорили. Вот, с другой стороны, я не могу быть в этом, собственно, до конца уверенным в том, что ситуация складывается именно так, что вы любовница этого мужчины. Поэтому тут вот первый момент, значит, на который вот нужно обратить внимание, это то, кто вы человек, понимаете? Потому что если, например, вы жена, то это совсем одно, это совсем одна история, это совсем одна, один вектор развития, если вы жена. И в случае, если вы жена, то это очень многие вещи меняет, очень многие вещи ставят под вопрос. Вот, в случае, если вы любовница, это совсем другая история уже. И, ну, как бы, говорить, говорить нужно в совсем другом контексте. Что касается того, что, значит, мужчина говорит, значит, что вы ребёнок, а сегодня странно себя повёл по отношению ко мне. Ну, смотрите, во-первых, мне бы хотелось, чтобы вы озвучили, скажем так, чтобы вы озвучили причинно-следственную связь между тем, что мужчина называет вас ребёнком тем, что ему нравится вас снять. То есть, вот где, условно говоря, связь между этими моментами двумя? Да? То есть, где связь? Мужчина считает вас с ребёнком? Может, считает, может, нет. Как это связано с тем, что начало вас снять, для меня не очень понятно. Особенно, если, если принять во внимание тот факт, что в детьми очень часто именно так и играют. Ну, внутрь и так далее. То есть, вот, понимают, как игрушку. Красавчик. Вот. То есть, вот, пожалуйста, просто обратите на это внимание. Это очень важный момент. Следующее. То есть, что мужчина считает вас ребёнком, это нормально, потому что у вас большая разница в возрасте. Разница в возрасте у вас достаточно большая для того, чтобы мужчина считал вас ребёнком. Потому что ему 38, если я не ошибаюсь, да, ему 38, вам 25. У нас больше 10 лет. Разница. 13 лет, если быть точным, разница. И я в этом смысле думаю, что это нормально, что мужчина считает вас ребёнком. То есть, грубо говоря, не воспринимает вас всерьёз. Это, конечно, неприятно. Ну, для вас, конечно, неприятно, вам это, конечно, Сознавать, может быть, не очень здорово, но это нормально. Разница в возрасте достаточно большая. Другой вопрос, что вот вы выбрали, ну, такого мужчину, да, который воспринимает вас как ребёнка, и вы выбрали мужчину, который старше вас достаточно за много лет. Зачастую это проблема с детскородительскими отношениями, с предевременным взрослением, с отрывом. Проблема с отрывом от детского эго состояния вашего. Вот. И, вероятно, это вот та самая, ну, это та самая проблема глубинная, которая может вас беспокоить. Она проявляется в том, что вы выбираете себе мужчин, которые не подходят для брака. А мужчин, которые не способны дать вам крепких, серьёзных отношений, если вы любовница всё-таки. Для этого мужчины, ну, для этого мужчины, не жена. Что касается желания вас смять, то это, к сожалению, такой достаточно лёгкий, садистский признак поведения, которые представляют из себя такое вот своеобразное проявление агрессии. Ну, к сожалению, то есть тут вот мы видим, с одной стороны, желание, да, вас, вероятно, ну, как-то вот, починить, починить себе. Вот. И с другой стороны, мы видим то, что это всё-таки такое вот физическое воздействие, которое всегда связано с агрессией. Проявление агрессии. То есть мужчина недостаточно отреагирует свои чувства, недостаточно реагирует физически на них. Вот. Что является, конечно, проблемой, что является трудностью. Вот. Плюс садист – это человек, который находится в таких же, как, возможно, и вы, проблемах со своими эмоциями, вот, со своими чувствами, со своими желаниями. И ему вот, чтобы почувствовать вас, например, ему нужно именно вот, ну, вас именно помять, как вы говорите. Ну, вот. Такая вот история, соответственно. Другой вопрос. Как сказали мои коллеги, нравится ли вам это или нет, вот на это, в принципе, нужно обращать внимание. Самое такое пристальное, да, потому что если, если вам это, если вам это не нравится, то, ну, мужчине об этом, собственно, нужно сказать, чтобы он знал о том, что вам не нравится. Если вам нравится, то почему вы считаете его поведение странным? То есть странное поведение – это, ну, такая вот оценка, можно сказать. То есть вы оцениваете поведение мужчины с той точки зрения, что какое-то, какое-то поведение там является приемлемым, ну, грубо говоря. Ну, это на самом деле работает всё же не так, это работает всё же немножко по-другому, это работает так, что любое поведение человека желательно принимать. Безусловно, вне контекста оценки, вот, и только тогда можно выстроить конструктивные отношения с ним, ну, вообще с людьми, надо сказать, надо сказать тоже. Вот. Дальше. Почему вы хотите понять поведение человека? Зачем вы хотите понять поведение человека? Для меня тоже является очень важным моментом, вот, потому что я вижу в этом такое, знаете, желание убежать, избежать своих собственных чувств, своих собственных эмоций, своих собственных переживаний, вот. И, если это так, то вы просто, ну, условно говоря, играете сейчас в такой перенос ответственности, вот, потому что... Свою проблему вы не решаете, таки, а, вот, таким путём. Зато прекрасно решаете проблемы мужчины, вот, которому, в принципе, у которого всё здравит, у которого всё хорошо, вот, и, опять же, я в этом просто вот, ну, просто позитивного для вас, вот именно для вас позитивного, в этом я ничего не вижу. Вам нужно, на мой взгляд, выработать всё-таки, ну, такое собственное отношение к тому, что происходит, вот, а не пытаться... пытаться... ...понять человека, потому что, он может... Он может сам не понимать себя, он может сам не понимать своих действий, он может сам не отдаваться себе отчетам в том, почему он покупает именно так. Говорит, что почему-то ему нравится вот взять вас, и понятно, что ответ на вопрос, почему ему нравится, можно дать только после того, как мы пообщаемся с ним, поработаем с ним. Но я уверен, что человек, как бы, ну, проблемы не видит. Такая вот история, такой ответ вам можно дать с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии. Вот. Я надеюсь, что вам это было полезно. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их либо мне, либо любому психологу. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация ваша разрешится. Продолжение следует...